Всем доброго времени суток! С вами канал Artmania и сегодня мы с вами засаливаем сало. Что нам для этого понадобится? Соль 6 столовых ложек, 6 головых чеснока, семена укропа столовая ложка, лавровый лист и специя для мяса. Ее делают на рынке, можно просто подойти и сказать, сделайте мне, пожалуйста, не острую специю для мяса. Вот так она выглядит. Красный перец сладкий, кориандр, не знаю, что-то еще. Но она очень ароматная, очень вкусная. Я ею даже курочку обмазываю. Обалденно вкусная. И также сам чеснок, именно дольки, половинки долек, мы его будем растыкивать по всему салу. Ну и, конечно же, само сало. Вот. Но для начала мы сейчас размешаем, сделаем смесь. Все это высыпаем туда, наши семена укропа. Лавровый лист. Измельченный я его уже помельчила. Просто вот так вот руками. Также наши приправы для мяса, очень ароматные, тоже туда отправляем. Так, это пока в сторону отставляем. Это тоже. А вот это нам надо перемешать. Так, тоже отставляем пока в сторону. И сейчас нам понадобится наше с вами сало. Так, вот такое у нас сало. Большой кусочек, здесь 1,1 кг. С этой стороны оно красиво выглядит. С этой стороны побольше мяса. Я очень люблю с мясом именно сало. Вот сверху там какие-то жилки. Но я не буду ничего отрезать. Я только сейчас его разрежу. Также приготовим сразу большой контейнер, в который мы будем его складывать. И приступим. Сначала мы с вами будем проделывать дырочки и всовывать туда половинки чеснока. Сначала мы с вами будем проделывать дырочки. Так, ну вот мы с вами будем проделывать дырочки. Сначала мы с вами их натыкали. Должно быть сало прямо холодное. Первый у меня кусок получился очень хорошо. Он прямо был ледяной, холодный, а эти уже согрелись. И, конечно, они разваливаются. Так, теперь мы будем их обмазывать чесноком, вот этим вот полностью. И потом солью. Вот так мы обмазываем их, не жалеем. Так, теперь мы обмазываем его солью, вот этой вот нашей специей. Ее мы уже будем обмазывать над контейнером. Мы высыпали сюда соль. Там соль как бы есть еще немножечко, можно еще даже добавить. Пускай она там будет, ничего страшного в этом нет, если даже соли слишком много. Вот. Теперь мы, значит, берем ткань, тканевую тряпочку. И накрываем это все дело, чтобы она дышала. Вот так, таким вот образом. Вот так мы накрываем. И можно еще сверху положить в пакетик, если вы боитесь, что она у вас там заветрится или что-то еще. И так мы оставляем на одни сутки в тепле. Ну, то есть в прохладном месте, где-то дома. Вот. Потом мы с вами положим его в холодильник на трое суток. А потом я дальше расскажу, что делать будем дальше. Так. Ну, вот у нас трое суток с вами прошло. Теперь мы их с вами переложим в мешочек. В этот же вот самый мешочек. Ой, не даже сок дали. Мы перекладываем с вами их в мешочек. Туда это все выливаем. Так, это мы уже убираем. Сейчас уже два таких получится. Закрываем. Так, второй посмотрим. Тоже так же, наверное, сделаем. Тоже дал сок. И отправляем мы все это в морозильник на три часа. Потом мы все это с вами достанем. И, в принципе, можно оставить в тепле, чтобы немножечко она разморозилась. И потом я расскажу, что делать дальше. Так, ну вот, наше сало с вами заморозилось. Понадобилось чуть-чуть побольше трех часов, чтобы оно заморозилось полностью. Сейчас я его вытащила. Вот так они выглядят. И сейчас мы будем с вами все это ножичком счищать. Вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. вот получилось у нас вот такое сало можно еще конечно немножко поскребсти можно еще вот так разрезать вот этот кусочек с вами давайте попробуем здесь вот побольше мяса я очень люблю когда на сале есть кусочки мяса очень прям люблю обожаю конечно с этого края он будет перец соленый как бы вы не шкарни шкрябалим а дальше они будут просто обалденно вкусные так ну вот наша с вами сало и давайте его попробуем попробую серединочку такой обалденно вкусное сало немножечко жилистая получилось но я люблю в принципе жилки но она обалденно вкусно просто бесподобная именно вот это вот она полежала в морозилке до немножечко сейчас она разморозится то есть она в принципе это дает свой эффект и это очень очень вкусно давайте его рассмотрим поближе с вами такой на мясочке мясочка сверху это обалденно просто вкусно здесь можно еще счистить немножко и будет тоже хорошо даже мясо получилось разных цветов тут по цене тут посветлее ну очень очень вкусно обалденно просто советую всем делать это самый легкий рецепт буквально у меня наверное сколько четыре дня до четыре дня она где-то делается и все и вот она готова сухой рецепт сухую это все делать я знаю что есть еще мокрый рецепт как-то там замачивается в соленой воде не знаю короче как все делается у меня вот такой я и в прошлом году такое делала обалденно вкусное бесподобно вот всем спасибо за просмотр с вами был канал artmania подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии вот смотрите мои другие ролики мои кулинарные рецепты такой влоги как мы живем с сыночком как мы отдыхаем как мы занимаемся то есть у меня очень очень много всего на канале обязательно зайдите обязательно посмотрите оставьте свой комментарий мне очень приятно это же комментарий ваш читаю оцениваю отвечаю иногда вот и всем пока пока с вами был канал artmania